Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в студии гости, которые, видимо, в Сакраменто сейчас находятся, да? Да. Ну, давайте гостей представим. Пусть вот с дамы мы начнем. Дама, давайте. Добрый вечер, меня зовут Валерия. Меня зовут Сергей. Значит, Валерия и Сергей, у вас еще двое деток, я помню. Да. Вот, вы жили во Флориде год, теперь месяц сколько-два в Сакраменто? Месяц, так, больше уже. Так, и вы из Кузбасса откуда-то? Да, из Кузбасса, Кемерово. Кемерово. Хорошо, значит, у нас тема сегодня вот какая. Значит, ребята рассказали мне о том, что вот они бизнес продвигают, и мне понравилась идея. Поэтому давайте вот так про идею. Ну, давайте я, наверное, начну. В прошлый раз, когда мы были у вас в гостях, немножко затронули тему, что я занимаюсь шопингом. То есть, все вроде как банально, но шопинг с изюминкой. Наверное, начну сначала, как оно все у нас получилось, и перейду к тому, что у нас есть на сегодняшний день. Я сидела дома с детьми, Сергей работал, когда мы только переехали, и я думала, как же вообще себя где искать. Было скучно, непонятно, что вообще здесь делать. И ради какого-то отвлечения от домашних забот подруги предложили мне сходить в магазин, вообще показать, что у нас продается. Я пошла в магазин. Прямо с айфоном вот так ходили? Да, я с айфоном пошла. Сделала предварительно группу в Айбере. Добавила туда тех, кто хотел туда. И пошла в магазин показывать это все в режиме онлайн, что продается фотография. А по времени-то как это получалось, разница во времени? С Кемерово у нас разница была на тот момент 11 часов. То есть, у нас был вечер, там было утро. Либо потом я ходила, что начинала с утра, у них вечер, они как раз после работы пришли, заняться нечем, все в телефонные, в зимние вечера коротать. Показала то, что продается, показала цены на это все. И подруги ужаснулись, что они за все переплачивают очень сильно. Вы не показывали им именно то, что на распродажах за треть, за четверть, за 20%? Или показывали на полке, или на распродаже? И на распродаже, и то, что в обычных отделах, и в разных магазинах. То есть, первый магазин, в котором я была, насколько помню, это был Барбингтон. Я как раз попала на фокус распродажей, где там вещи по 5, по 6 долларов, которые стоили до этого 100 долларов. Какой магазин? Барбингтон. А, Берлингтон Фактори. Берлингтон Фактори. Я не понял сразу, да. У меня сложности с английским, поэтому я многие бренды даже до сих пор неправильно называю. Я хочу сказать, что для людей, которые живут в Кемерово, ну и вообще в России, там, в бывшем СССР, это, наверное, самый интересный магазин, потому что там действительно много товара такого, где и зимняя одежонка есть. Например, вот мы тут в Калифорнии, во Флориде. Вот во Флориде зачем зимняя одежонка? А там есть. Она бывала там. Я порой удивлялась, действительно, зачем она здесь нужна. Я извиняюсь, моя мама очень любила Берлингтон, когда была жива еще, она очень любила. И я ее предупредил. Сказала, мать, ты когда будешь там по полкам лазить, вот ты смотри, если что тебе понравится, да, смотри на бирочку, потому что, скорее всего, это пошито где-нибудь в Беларуси. И она смеялась, вот, но так и вышло. Она, значит, выныривает оттуда с двумя куртками. Она любила такие курточки плащевые. Говорит, вот, Миша, это, говорит, вот то, что надо. Я смотрю, говорит, made in Belarus. Ну, я такого не встречала. Я встречала в магазине Adidas, где большими буквами Россия была, но там все страны можно встретить. Но так, к сожалению, не попадало такое, да. Ну, хотя, теперь я понимаю, тут вообще можно все. А я вот, давайте я уточню, как человек, который там давно не бывал нигде, откуда приехал. Вот, если бы вы то же самое сделали, например, ходя по магазину где-нибудь в Москве, так, и делали такую же трансляцию вот там на Кемерово, это тоже для них было бы вот так, ну, как бы, глаза открылись, сказать, как же так, а мы за это больше платим? Или это все-таки однопорядково? Было бы, но не так, как Америка Кемерова. Москва Кемерова тоже было бы результативно, потому что в том же Кемерово очень много нету тех брендов, которые есть в Москве. В Москве все-таки тоже есть стоковые магазины. Да, у них не такие цены, как у нас, но все равно они дешевле, чем в том же Кемерово. Кемерово не дешевый город. Мы сами ездили одеваться в другой город. Новосибирск. Мы сами ездили всегда в Новосибирск. Кто, рядом, что ли? 250 километров. Да. Сколько? 250 километров. Ну, там чуть меньше, как ехать. Ну, да. Дорога все равно выходила дешевле, поэтому Новосибирск-Кемерово было бы тоже, наверное, востребовано. Кому не хочется ехать самому на шопинге. Так, хорошо. Да, маленько, наверное, сбьюсь. Нет, ну идея была, чтобы показали людям с айфона, и они говорят, ой, я это хочу, то хочу, да? Да, все началось с того, что это были близкие, друзья, знакомые. Потом они начали добавлять в группу других знакомых. Когда получили посылку первую, я помню, вообще был скачок по численности, сразу же очень много добавилось. То есть были скептики, которые в это не верили. Они не верили, что это посылка, и что по таким ценам можно вообще что-то купить. Но послушайте, все-таки посылка, может быть, какая-то растаможка есть. Потом, если вы, конечно, просто друзьям послали, вы могли бы там из гуманитарных соображений, но если вы это делаете систематически, вы должны что-то брать себе, там какую-то наценку, там 15%. Да. И с этим совсем оно все равно дешевле? Да, да. Если бы я даже сделала бы комиссию выше свою, все равно бы было бы дешевле. То есть оно того стоит. Разница в том, что много кто этим занимается. Много кто отправляет товары в Россию, в Украину, в Белоруссию. Но никто не показывает реальных сцен, и никто не ходит вот так в магазин в режиме онлайн. Нет, может, конечно, есть, я их не знаю. Наша основная фишка, что это все в режиме реального времени. Я могу это все замерить, померить на себя, показать со всех сторон. И это отличие от онлайн-магазина. То есть в онлайн-магазине невозможно замерить конкретную вещь. Все таблицы размеров, как мы поняли на практике, они безусловно обманывают. У одного и того же производителя один и тот же размер может быть обувь, остельки. Странная. Особенно китайские товары. Вот я, например, на себе смотрю, что я могу там взять два экса, мне будет мало. А американские, скажем, один экс, и мне нормально. Да, все зависит от производителя. И если это шопинг онлайн, то тут больше но, чем за. И я как-то это сама не очень люблю. Сергею сегодня показывала. Вот пришла у меня маечка в интернет-магазин, и она абсолютно не такая, как была на картинке. Это часто бывает, да. Слушайте, я знаете что, когда вот вас слушал, когда вы к нам в офис заходили, мне понравилась вот какая линия в этом вашем бизнесе, что люди, которые сюда приезжают, может быть, они там первое время у них нет разрешения на работу. Или, может быть, есть разрешения на работу, но они не язык, там, я не знаю, они не в состоянии заработать на жизнь. И когда вы сказали, что вы там, ну, вдвоем, занимаясь этим вдвоем, там, скажем, вы больше, а муж меньше, но когда вы зарабатывали там чуть ли не совы, 4 тысячи в месяц, получалось, да? Ну, да, около того. Около того, ну, даже 3. Послушайте, это неплохо. Во Флориде на 3 тысячи в месяц семья может жить нормально. И в Сакраменто может жить нормально. Да, я согласна с этим, что у нас не было этого сложного бринза, у нас как-то это все сразу организовалось. И это очень хорошее начало для тех, кто приезжает сюда. Причем не только для русских, а, ну, например, те же индусы. Они также могут присутствовать на нашей площадке и в Индию отправлять то, что есть в магазинах. Почему мы можем об этом говорить? Даже китайцы, почему нет? Да. Мы можем об этом говорить действительно открыто, что отсюда, допустим, из Америки мы в Китай слать вещи, и это будет дешевле, чем в Китае. Да, бренд. Я был в Китае, и в магазинах все очень дорого. Значительно дороже, чем это... Многие китайцы богатые, они ездят куда-то в Европу покупать что-то. Чисто на счет. Когда вы поедете на Гавайи, посмотреть, что там делается, на остров Оаху, вот там, где Вайкики, и там вот Гонолулу, вот вы увидите там какое-то невероятное количество японцев, как вы, совершенно диспропорциональное такое, вот, и может показаться, что остров вообще японский. Они туда приезжают на шоппинг, и там вся фирма сразу и американская, и европейская. Вот вы когда пойдете там по Вайкики, и там есть улица, вот где все магазины главные, и вот ты смотришь, там американские и европейские. То есть они едут в одно место, и уже там весь шоппинг у них должен быть на этом месте. И когда я пытался купить себе куртку кожаную, мне хотелось какую-то такую, я думаю, куплю там навороченную, там уже неважно, сколько стоит, все сейчас вот. И самый большой размер был large, я в него не влезал. И я говорю, ребята, я говорю, что ж такое, что вы так на меня-то? Вот, они говорят, Japanese shop, Americans not shop. Так вот. Да, то есть люди из Японии вот ездят на Гавайи, там на шоппинг. Да, они могут сидеть и вся дома, или где-то в компании, в кафе, как это бывает у меня. Да, девочки собираются группами, и они устраивают такой групповой шоппинг, пока я в магазинах. А у нас сообщения, у нас все открыто, много смеемся. Я не могу спокойно, если что-то интересное видишь, пройти мимо и смеяться над этим. но не всем это нравится. Вам надо, слушайте, вам надо, чтобы это все записывалось, вот, не просто в трансляции, чтобы еще записывалось. Если вы делаете в перископе где-нибудь, да, так оно же там записывается. Оно записывается, есть файл. Вы можете делать ютюб, эти самые, блогинг, вывешивать ютюб. Это мысли есть. Я думала над этим. Я начала снимать в перископ. Каждую неделю я показывала какой-то новый магазин. Но просто снимать на видео это не очень результативно, в плане того, что я фотографирую вещь, я фотографирую потом ее ценник. И в отдельную группу, без заказов, мои клиенты скидывают то, что им нужно купить. И когда я снимала на перископ, я видела, как у меня падают сообщения в эту группу, что они уже там... Слушайте, то есть вы выходите из магазина, как бы вы в свою тележку положили то, что люди заказали. Да. Но должен быть некоторый уровень доверия, потому что все-таки, вот если он говорит, я беру, чтобы он потом не сказал... Нет, вы можете вернуть, наверное, но... Ну, как бы... У меня были недобросовестные клиенты, которые не оплатили. Вообще мой принцип работы, я работаю без предоплаты и на оплату даю сутки. Если он нарушает эти сроки, там я уже под настроение смотрю от человека, кого-то удаляю, блокирую, кого-то прощаю с последним китайским предупреждением. Но уровень доверия... Да, действительно, многие поначалу сталкивались я с вопросом, вообще, отойдут ли человеку вещи. То есть очень многие боятся мошенников. И многие мои клиенты попадают на этих мошенников, которые им деньги перечислили, и все, и на следующий день человек пропал. Почему я веду это все в группе, где недопрещено общение, что много человек приходит, он видит это движение. То есть у нас, когда я иду в магазин, это тысяча сообщений за вечер, может быть, больше. А вот хотел спросить, когда вы что-то делаете, по-честному, открыто и так далее, вас обвиняют в том, что вы жулики? Нет, меня не радует. Нет такого, да? Обычно, когда честно что-то делаешь, обязательно кто-то скажет, что жулик. Я ни разу, у меня никто не отбыл в этом, я очень радуюсь. Есть те, кто злорадствует, конечно. У меня есть страница в Инстаграме, которую я просто один раз обозначила на своей странице, что я занимаюсь шопингом. И есть люди злорадные, что, а, на это ума много не надо. Ну, никто не знает, от обратной стороны, какая-то работа проделывается, сколько приходится общаться с людьми, помогать. Давайте мы виток создадим в нашем разговоре. Я как бы знаю, для зрителей наших, что вы, занимаясь этим сами, решили создать какую-то платформу софтверную, пользуясь которой каждый может. То есть, как, допустим, у Амазона есть свои магазины, которые на сайте Амазона, у Ибэя есть магазины на сайте Ибэя. Каждый человек может пойти и сделать себе магазин. Значит, вы захотели сделать себе такой Амазон, Ибэй, не знаю, как вы его назовете, а каждый человек может себе там завести какой-то магазин. Да, совершенно верно. Да, названия, кстати, у нас до сих пор этому нету, поэтому, если у кого-то есть интересные предложения, готовы рассмотреть. Ой, я вас умоляю, я вам накидаю сколько хочешь. Я когда только приехал, знаете, много-много лет назад, 27 лет назад, и ходил какой-то человек, вот он такой серьезный был, озабоченный бизнесом, а мы-то приезжали из страны, где не было бизнеса, это вот сейчас там как-то народ уже немножко расслабился, а тогда-то что? И вот он, значит, говорит, вот я, говорит, хочу сделать бизнес, говорит, вот названия пока нет, но хочу сделать бизнес. Я говорю, а какой? Он говорит, еще не знаю, но это должен быть такой бизнес, чтобы было понятно, что он как бы и русский, и американский, и вот как-то вот это вот. Я ему говорю, записывай название. Он, значит, берет там карандаш, я ему пишу, Чернобыл фрайт чикен. Это тогда было более, может быть, актуально, там ближе к событию было. Не, не, название не вопрос. Значит, хорошо. Но вы не программисты, вы сами не пишете код. Далеко от этого. Хотелось бы по порядку, как мы до чего дошли. Вообще, вот все у нас было в Вайбере, там лимит группы 200 человек. Дошли до точки, когда 200 человек, и никто никого не может добавить. Потребность есть. Перешли на Телеграм и развернули такой масштаб, что очень сложно уже было обрабатывать и разбирать все. То есть я сходила в магазин, и после это нужно разобрать, провести оплаты. Я в Excel делала таблицы эти все, все, что складывала в пакет, это все считала. Это очень муторная такая работа. И возникла идея это автоматизировать, привязать Телеграм к сайту, написать бота в Телеграме, который будет автоматически заказы закидывать на сайт. То есть у нас есть отдельная группа заказов, я отвечаю по определенному алгоритму, и эти заказы попадают конкретному человеку в его личный кабинет. И сразу это все считает. Слушайте, ну для людей не технических у вас очень такой интересный ход мышления. То есть вы как бы так, ну хорошо. Это все равно нам несколько помогли наши знакомые, друзья, которые... Это наши друзья, которые заинтересовались этой темой, но сейчас не хватает нам вообще сил развернуться дальше. Нам нужно перейти на наш сайт отдельно, чтобы мы не были привязаны к Телеграму. Это не совсем удобно. Сайта нет еще, да? Нет, сайт есть. Но есть и сайт, и Телеграм. Понятно, понял. А что за сайт-то хоть скажите? Look-n-shop. А, look, как английский look. L-O-O-K. Ну как, and shop. Look-n-shop. Да, но по сути мало информации, я просто периодически загружаю фотографии в галерею, но все равно основное все идет в Телеграме. Я в Телеграм фотографирую, подписываю, оставляю какие-то свои комментарии, которые мы не можем загрузить на сайт. А вы хотите, чтобы вам еще кто-нибудь подписался в Телеграм? Вот люди сейчас вас смотрят, давайте скажем им Телеграм, может они подпишутся. Можно зайти на сайт, там есть прямая ссылка на самом сайте, на группу Телеграма, но если честно, сейчас количества клиентов не хватает. То есть я не хочу увеличивать свою клиентскую базу, но если у кого-то есть просто праздный интерес, желание, у нас группа заказов переполнена, то есть мы не можем группу заказов кого-то там нового добавить. А у вас нет вот такого там нанять к людей, которые помогали? Вот как обычно бизнесы растут? Вот, сейчас мы как раз и столкнулись с этим. Мы как раз думали, именно может быть не то, что вот нанять людей не в плане того, чтобы разбирали, укладывали, паковали, отправляли. Мы через это проходили, у меня были помощники. Ну, были помощники, но мы решили, что надо идти несколько иным путем, не заключать это все на себя, а именно просто предложить людям место, платформу, где могут другие люди. то есть мы как бы... Да, франчайз такой. Это направление. Но сейчас площадка не готова кого-то еще пустить. То есть сейчас есть, но только для нее. Да, у нас разработчики пытаются постоянно, давайте еще кого-нибудь, но я понимаю, что сейчас площадка еще сырая, мы больше на проблем себе заработаем. Откуда взялась площадка, которая сырая? Кто написал? Ну, есть скеймеры. наши друзья, у нас есть небольшая команда, которые занимаются сейчас техподдержкой, разработкой, и они сейчас держат кулачки в надежде, что найдется какой-то программист мобильных приложений. То есть, да, можем, чтобы это было все... Нам нужно написать чат для нашего сайта, где это будет точно так же, как в Телеграме, что я могу загружать и фотографии, и подписывать текст, и люди будут при режиме онлайн находиться не в Телеграме, а именно на чате. А нет готовых чатов там интегрировать туда и все, нет? Ну, есть, но мы просто сейчас... Не все справляется с нашими задумками. Я понял. Задача, не все решается, задача готовыми решениями. Например, вот я загружаю фотографию, человек хочет это купить, и чтобы у него сразу высветилась кнопка купить. Или зарезервировать. Ну, да, я понял. Это не просто чат, на самом деле, это очень сильная степень интеграции. Да, я понял. И именно, наверное, как сейчас, как раз вот в этом мы сейчас как раз подошли, именно к тому, что мы хотим, что мы, к чему мы двигаемся, что именно сейчас у нас, как бы, мы уперлись в то, что необходимы люди, которые смогут решить те задачи, которые они значительно, как бы, существенно сложнее. То есть, нужны программисты, которые могут написать какие-то существенные вещи, а денег платить программистам нету. Значит, хорошо, а как вы мотивируете программиста? Вот что вы ему предлагаете взамен? Мы можем замотивировать каким образом? Можем замотивировать, скажем так, будущим трудоустройством, в плане, когда у нас все это будет зарегистрировано, все сделано, именно здесь местная какая-то компания. Значит, трудоустройством удаленным, не то, что вы в Америку привезете. Конечно, пока удаленным будет. Затем мы можем мотивировать, если какой-то серьезный, какой-то серьезный человек, действительно, хорошие вещи делать, мы можем замотивировать, скажем, поделиться долей в будущем, как бы, в будущем предприятии. То есть, акции фактически так? Да, да, да. Можем замотивировать на будущий, скажем, доход какой-то тут. Когда на сайте появятся другие люди, кроме меня, наш сервис будет брать с этого свой процент. Профит-шеринг такой. Хорошо. Да. Чтобы нет площадки. А вы знаете, что вы хотите, чтобы этот софтвер делал? Вот у вас видение есть? Или вы так, как-то потихонечку вам новые идеи приходят, все время приходят, а вот так? Они приходят. Сейчас картина в принципе сформировалась. Да, то есть мы уже идею сформировали, то, что мы хотим видеть в дальнейшем, уже, наверное, более-менее конкретно. Приходят какие-то такие дополнительные идеи, которые просто фишечки. Такой вопрос. Вот мы с вами сидим, беседуем, вы говорите, вот мы хотим такую штуку, ищем там людей в команду, там еще что-то. Вы как-то не, как вы относитесь к такому сценарию? Вот сидит кто-то где-нибудь там, который ищет, например, куда деньги положить, или вот не хватает идеи человеку. Вот он сидит где-нибудь, я не знаю, там во Львове, да там, вот, и думает, а чего действительно забабахать такую штуку, платформа, идея, понятно, там туда-сюда. Давай еще раз сделаем, а чего там, господи, там может работать на два месяца, ну, например, говорит он, и выходит завтра с этой платформы. Может быть, вы сейчас пять групп каких-то инициативных инициируете, и через там полгода будет пять таких платформ. Вот вы такого не боитесь? То есть конкуренция? Нет, конкуренции я абсолютно не боюсь, потому что многие люди, которые думают, а, сейчас мы это все легко сделаем, сейчас мы это все забабахаем, они до конца не понимают вообще этой сути. К нам обращаются многие люди, что, о, давайте мы с вами, вам поможем. Мы откроем магазины в Москве, стоп, идея не об этом, нам не нужны магазины, нам не нужно, чтобы кому-то конкретно отправлять, а вы там будете это пересортировать, там чего-то, то есть этого не нужно. Не знают люди, как вообще с этим работать. Ну, на самом деле, я считаю, я считаю, такой вопрос, немножко со стороны, но люди, которые у вас покупают, они именно себе покупают или некоторые на перепродажу берут? На перепродажу, то есть нам самим перепродажа неинтересна, мне периодически пишут, а давайте откроем с вами в магазин, и вы будете мне там отправлять. Я понял, да. Заходи в группу, покупай, все. То есть вы пока не видели людей, которые мыслят категориями платформы, открытые для всех желающих? Да, они вот именно думают, все, извиняюсь, такого слова, примитивно, открыть магазин, покупать и продавать. Тут не надо самому ничего покупать. Конкретно под каждого клиента не надо держать эти склады какие-то у себя и думать, а этот товар мне нужно взять там через неделю, а этот я уже... А он может продавать и из Москвы, и из Новосибирска, правда? И в Китай может продавать, так надо будет платформу на китайский перевести. Тут идея именно в режиме онлайн. А ваша бизнес-модель какая? Вот, грубо говоря, что мы будем с этого иметь, вот как создатели? То есть какой ваш... Что мы будем иметь? Ну, ваш заработок где? Пришел человек... Наш заработок. Да. Пришел человек, покупатель, пришел человек, продавец. Продавец, продал покупателю, покупатель заплатил за товар и заплатил... Через наш сайт. Да, через наш сайт и заплатил процент продавцу. То есть, ну, там, 15, 20, 30, кому-то. То есть не суть важно. То есть вот этот процент это заработок продавца. Продавца. Из этого процента продавец платит платформе за использование самой платформы. Я понял. Продавец платит платформе. То есть вы удерживаете с продавца там какую-то, или там наценку какую-то делаете. Плюс, если вы берете на себя финансовые транзакции, то вы, как бы, с одной стороны, гарантируете возврат, гарантируете вот все эти вещи. Это тоже большие хлопоты такие, тоже денег стоит. Это не бесплатно все. Хорошо. Ладно, это понятно. То есть мы берем ответственность на себя о добросовестности продавца. Комиссию не будет этим предупреждать, что продавец завтра продадится. То есть тут и безопасность нужно продумывать. Хорошо. То как бы, от каждого все равно мы сюда не пустим без проверки. Потому что люди разные, вы сами понимаете, накопят, деньги получат и ничего никуда не отправят. И еще, если вернуться к тому, что, как вы говорили, о том, что вот сейчас кто-то послушал, скажет, о, сейчас вот как бы, сейчас я то же самое сделаю. На самом деле, я думаю, мы нисколько этого не опасаемся и не беспокоимся. По одной простой причине, что на самом деле все идеи-то они на поверхности. Это правда. И просто каждый каждый понимает ее так, как он по-своему. И то, что мы рассказываем сейчас, как мы хотим, люди могут услышать это по-разному. То есть то, как видим мы, и как слышали другие, это могут быть кардинально противоположные вещи. Да. Это как, знаете, нот всего 7, а сколько всего? Да, там вот тебе и Мурку, и Марш Мендельсона. А все на 7 нотах. Я говорю, сколько социальных сетей, они все разные. Это правда. И у каждого твоих пользователей. Поэтому тут нужно открывать это все. Бюзей много. Хорошо. Давайте так. Значит, вот человек смотрит нас с вами, да, и говорит, вообще интересно, я бы взялся, ну там, программист, которого вы хотели бы в команду. Он вас как, как он вас найдет? Ну, мы, наверное, когда запись будет, мы можем там себя в подписи обозначить, и могут там личные сообщения прислать. Хорошо. Знаете, еще что? Вы тогда мне в этом самом, в скайпе сейчас сбросите ваш веб-сайт, чтобы я уже не ошибся, и я его поставлю в подпись к видео, и тогда... А там есть, да, как имейл написать? Там можно же оттуда, да, с веб-сайта? Там есть только как попасть в группу. То есть, человек может добавить в группу в Телеграме, она такая, можно сказать, безграничная. Да. Там не сложно будет найти меня. Я всегда. Ну, хорошо, значит, дадим сайт, на сайте пусть это самое идут в группу в Телеграме, а из группы в Телеграме вас найдут. Ну ладно, это хорошо. И еще такой небольшой, небольшой еще такое по поводу наших желаний, в плане, может быть, не только это, может быть, какой-то программист, который это сделает. Может быть, где-то в какой-то, в каком-то прекрасном городе сидит группа разработчиков, там, пять-шесть человек, которые сейчас в данный момент скучают, ну, по какой-то причине у них, вот, работа есть, но чего-то хочется огня какого-то, да, что-то интересное засыпит. Вот, если такие люди появятся, тоже, ради бога, мы готовы разговаривать с любыми. Это второе, допустим, если даже где-то здесь у нас на местности в Калифорнии есть люди, которые уже, может быть, имели опыт работы со стартапами в плане именно административного, как это все правильно оформить, как это зарегистрировать, как это все ведется, общение, может быть, с будущими инвесторами. Если где-то есть какой-то человек, который готов вложить свои силы не в качестве разработчика, а в качестве именно, может быть, какого-то даже... Бизнес-стороны, да, понятно. Бизнес-стороны, да, именно, может быть, даже условно можем назвать это, можем взять человека директором предприятия, к примеру. То есть тот, который будет, как бы, который понимает, как это все работает изнутри, именно администрирование всего этого процесса. Это тоже... Это же не фулл-тайм работа, это так, поначалу. То есть я думаю, что есть довольно много людей, которые хорошо это все знают на местности, и у них есть основная работа, где-то, может быть, им хочется какой-то перспективы на будущее, да, вполне. Это мне нравится ваше видение, то есть у вас явно есть как бы видение у вас есть. Это хорошо. И сейчас у меня, наверное, такая просьба, что те, кто хочет заниматься тем же, чем я, пока мы не готовы предоставить свою площадку. Я об этом обязательно сообщу в своем инстаграм, в инстаграм с твоими... Я сообщу, потому что я скажу, почему мне это важно. Я далеко не про все на свете рассказываю у нас на канале, но даже если у вас не будет этой платформы, то есть если будет вообще класс, но даже если не будет платформы, все-таки есть очень-очень много людей, которые задаются вопросом, вот я приехал в США, как я жить буду? Особенно те, кто по 6, по 7, по 8 месяцев ждут разрешения на работу, а вот же ответ. Да, это ответ хороший, причем подходит как женщинам, так и мужчинам. И вы можете начать этим заниматься из дома, первые какие-то свои вылазки, там уже какую-то группу сформировать и так далее, и потом понеслось и господи. И тут интерес может быть во всем. У нас был как-то интерес рыболовной принадлежности. В основном покупатель это женщины, общаются, но у каждой женщины, как правило, есть муж, а муж говорит, вот жена, ты покупаешь себе сумки, ты покупаешь себе обувь, а я тоже хочу. А мне мормышку? Да, вот, пошел я в магазин, я, рыболовный, не только для охоты, но так как я в этом вообще ничего не понимаю, я очень далек от рыбалки, охоты, то есть, как бы, возможность платформы на самом деле безгранична в плане предоставления не только каких-то шмоточных вещей, но и вещей, именно связанных какой-то с туризмом, отдыхом, то есть, если человек... хирург какой-то сидит и хочет... Ну, скальпель, конечно, отправить нельзя, но себе какую-нибудь униформу... Ну, да, то есть, ниш-маркетс вот эти вот вы можете создавать, хорошо. То есть, что угодно, в чем человек специализируется, он может просто конкретно на этом специализироваться. А я знаю здесь такие магазины, вот в Кремниевой долине, например, вот я помню, приезжала женщина одна, уже на лет 10 назад, 8-9-10, я не помню, из Москвы. С форума говорим про УЕС, там мы с ней общались, и она приехала, и мы там пошли, небольшой компанией, пошли по магазинам ее, значит, шопать. И пришли, там есть такой Great Mall, называется Great Mall of America, тот в Милпитесе, и там, ну, такой, ну, действительно, там все, ликвидация такая сплошная идет. И в какой-то... А у нее муж крупный, мужик там, 3x, у него там что-то, 3-4, какой-то очень большой такой. Дядька, и вот я смотрю, она в каком-то месте, так, тут какие-то бибики у меня совершенно, не знаю даже откуда влезли. Она мне слышно. А, вам не слышно? Ну, хорошо. Влезли, значит, да, и она там какие-то майки Adidas, значит, вот так на руку, раз, два, три, четыре, вся эта стойка, значит, на которой это все висит, это там, ну, уже совсем уже, вот, какие-то... Последние. По пять долларов они там... А так они стоили тридцать пять, я не знаю. И я говорю, а куда тебе столько майок? А там ничего нет, вот только вот эта вот эмблемка и все. Вот ничего. И она говорит, да ты не понимаешь, это же брендовая майка, там пять долларов. И я говорю, ну, она говорит, да Москва такая сто стоит. Я говорю, да за что что-то стоило? Она говорит, да ты не понимаешь, это в брендовом магазине, это же не на рынке, там, это все. Я не понимаю, ну, ну, хорошо, так я не понимаю. И, значит, и у нее прямо глаза вот такие, она это все набрасывала, набрасывала. Я бы в такое место шел. Это очень мне знакомо. Когда я что-то так вот скидываю, начинается очень большое оживление, и группа заказов у нас идет просто, там очереди просто выстраиваются. У нас есть флешмобные товары, которые один захотел, и все, и захотела вся группа. И попробую найти каждого, потому что в основном это что-то единичное. То есть такие в эйфорию впадают, да. В эйфорию, это как спорт. Кто-то мне говорил, когда я ходила в премиум-утлеты, что, Лера, неинтересно, потому что тут много размеров, тут много вообще того же экстраларш лежит 10 этих футболок, и нету этого азарта. Иди там, где стойка, по одной именно, чтобы за секунды... А вы знаете, еще что бывает? А бывает, какой-нибудь здоровенный магазин закрывается, и там все, что есть, оно идет там, знаете, постыдные, какие-то постыдные цены. Тебе уже и не нужно, но ты не можешь не взять. У меня это самое бывает. Правда, да? И я вот сейчас, например, сдерживаюсь, я практически ничего не покупаю, потому что некуда класть. И выкинуть жалко, потому что ненадебанное практически. И в то же время, и вот это вот, понимаете, вот это хочется, и... Ну ладно. Вот. Так я просто чему говорю, а так вот, пожалуйста, людям там ходишь, снимаешь там. Да, есть же люди, которые не могут остановиться, а им не надо, а они это могут делать с пользой, или для кого-то. Да, то есть это, как бы, именно, допустим, есть же люди, которые вот покупают, вот уже некуда покупают, потому что хочется, вот все купить, а можно же купить и для кого-то. Я как-то был на флимаркете, если вы знаете, что это такое. Блошиный рынок, флимаркете. А, да. Есть такое место. И там много из Мексики всякого товара, ну вот в частности, мальчиковая во мне проснулась, там за десятку, за десятку. Новый абсолютно. Вот такой шмайсер, и он со звуками, с лампочками, с какими-то такими делами. И это было просто настоящее, ну я не знаю, я бы в детстве все отдал. Вот. И за десятку. И у меня нет ни мальчиков, ни вообще. Как-то я даже не, ну я не мог мимо пройти. Я взял этот шмайсер. Я думал, ну такая вещь не может пропасть. И так и случилось. У нас работала женщина, у которой был мальчик, там лет 11. И вот ему это счастье перепало. Ну просто оставить невозможно. Понимаете? То есть есть такие места, есть такие места. То есть вы там вывезли бы весь этот флимаркет оттуда. Да, у меня во Флориде многие в магазине продавцы меня знали. И они были очень счастливы, когда я приходила, мне выкатывали товар, который они должны раскладывать. Я там ковырялась, пока я вот еще не попал. Один раз подошла ко мне в одном магазине и спрашивает, что я делаю. Я купила линия группы, я ей показала, что я фотографирую, и мои друзья покупают. В следующий раз прихожу в магазин, она бежит ко мне, и как знаете, в советские времена плащи распахивали, а у нее вот так на руке сумки висят. И с такими сценами, которые я сама даже никогда не видела. И вот эти сумки разошлись за 5 минут. То есть она откуда-то их из-под полы меня достала. Ну, видите, как у вас уже складываются бизнес-отношения. Да, здесь меня пока еще не знают, и некоторые порой возмущаются, что вы вообще делаете, зачем вы это фотографируете, и чуть ли не спиной стоют и загораживают. Работники? Да, работники. Есть такие работники. Так вы говорите, я принимаю заказы. Я шопа, вот у меня заказчики, я персонал-шоппер. Послушайте, вам надо бизнес-карточку завести. Там написано персонал-шоппер, там онлайн-сервис. Если так, я говорю, я персонал-шоппер я покупаю для клиентов. Вы что? Я могу и в другом магазине купить, если вы так относитесь к этому делу. Ну, я так и говорю, что сидите без клиентов в пустом магазине. Нет, ну им... Нет, вы говорите, я на работе, я просто покупаю для людей. Ну, так вот. Идея. Я на работе. Они вот... Это же правда, вы же и не врете. Не, ну да, да. То есть, это не для какого-то шпионажа там ей кому-то донести. Это действительно... Чем больше она сфотографирует, чем больше она покажет людям, тем больше купит, тем больше им же... Я слышал... Знаете что? А вы знаете Олю Брокман под блогеры? Ну, я слышала, да. Ну, вот я с ней несколько раз разговаривал. Мы там встречались, видео снимали вместе. А мне любопытно тоже. Ну, она в магазинах покупает, потом, значит, отправляет. То, что не отправилось, она сдаёт обратно. Так она... Там довольно хлопотный тоже процесс. И вот я из её слов, я понял, что отправить так, чтобы это было недорого, относительно быстро, ну, скажем, не очень затяжно, и чтобы ещё не попасть в таможенные какие-то вот сборы, вот это как целое искусство какое-то, или я не знаю... Скорее всего, она отправляет на кого-то конкретного в один город, и он уже занимается пересылкой. Если бы я делала так же, то я не знаю, как бы мы выпутывались. Вот, например, мы уже с Сакраменто отправили 10 посылок, а я ещё, можно сказать, не набрала оборот такой. Посылка это что? Это вот сколько? Большая коробка. Большая коробка. Это может... Ну, сколько паундов? Максимум 43 паунда. То есть 20 кило коробка. Да, и стоимостью оценочной не больше 1000 евро. Ну, 1000 евро вообще. Да, 1000 евро, но то, что без таможенного... То есть, если пропадёт, то вам вернут 1000 евро. Но получается, я каждую неделю отправляю по 5-6 таких посылок. И если бы я отправляла на каждого человека... 100 кило? Да. Но мы после... Когда переезжали из Флориды, мы за раз отправили... 46 посылок. 46 посылок. Боже, а какое количество покупателей? Постоянных человек 200. Ммм. Ну, слушайте, вы как масштабные, вы можете контейнеры заказывать. Да, по-моему, что масштабные. Но всё-таки, всё-таки отправили 43 коробки. На сколько адресов? На сколько три адреса? На сколько адресов на сколько адресов? На сколько адресов на сколько адресов? Да. То есть... Каждая индивидуально. То есть, один живой человек покупает на 20 кило вещей? Нет. В посылке может быть 10 человек. С одного года девочки компонуются в одну посылку. Я всё понял. То есть, в сборную пашку. А кто не компонуется, тот минимум 5 килограмм, потому что минимально 10 паундов, набирает на 5 килограмм и отправляется индивидуально. Почём отправить посылку 43 фунта? Сейчас скажу. Транспортная, которой мы пользуемся, берёт за одну посылку, если отправляем авиа, 30 долларов. То есть, что вот, одну коробку привезли. И дальше идёт вес. 57 рублей за 100 грамм. Ну, в рублях. Я уже перевела в рубли и граммы, чтобы клиент... То есть, доллар за 100 грамм? Ну, да. доллар на 100 грамм. То есть, это недорого. Если человек... Подождите, я не понял. То есть, сколько там сказали? 30 долларов, да? Да. Это даже если она пустая просто. И ничего не весит. Если она невесомая, то это 30 долларов. А дальше за каждый... Я извиняюсь, 43 фунта. Значит, за каждый фунт... За каждый фунт, там, допустим, у вас 50 центов. 50 центов, соответственно, вы ещё десятку заплатите за... Нет, 43. Я извиняюсь. 20. Значит, 55-60 долларов вам может стоить посылка. Нет, дороже. Нет, дороже. Почему-то как-то не так считало. Смотрите, 1 доллар за 100 грамм. Значит, за 1 паунд это получается 4,5 доллара. 4,5 доллара умножаем... А, я в 10 раз уменьшил. Я понял, да. Да, да, да. Это у меня в граммах оно. То есть, чуть больше 100 долларов. Ой, не чуть больше, где-то 150 долларов одна такая посылка. Между 30-ю... Но в ней может быть 10 человек. И это уже делится на каждого. И пропорционально по стоимости покупок делится вообще... 15 долларов там... Я понял. ...человека. То есть, это недорого получает. Это небольшое удорожание. То есть, грубо говоря, 4 доллара на фунт веса. Угу. А что заказывают? Ну, не чугунную посуду? Вот что они... Вы знаете, посуду больше. Вообще... Ну, основное, конечно, это обувь, сумки, одежда, косметика. Но я показываю вообще все группы товаров. И декоры, и средства контрацепции, и витамины, то есть, продукты какие-то, сладости, то, что можно отправить. Конференты, которые отправляют. Абсолютно все. То, что захотят. У меня есть клиенты, которые... Мы не хотим ходить в магазин в России. Мне вот надо губки для посуды. Которые мыть. Покажи мне губки. Которые мыть. Недорого. Место много занимает. Да. Подождите-ка. Я думаю... А обувь, они какую-то дешевую берут или хорошую, качественную бренду? Разную. Тут же можно купить кожаную обувь и за 10 долларов. Найти можно. Да. Я же нахожу такое, что глаз у многих выпадывает. Какие цены. Это уже какой-то профессиональный нюх. А вы знаете вот такой магазин, как Nordstrom Rack, например? Да, конечно. Люблю этот магазин. Там обувь потрясающая просто. И причем там можно найти обувь, которая стоила 300 долларов, а сейчас 30 долларов. Да. Но вы знаете, что все-таки обувь такая штука, все-таки надо как-то ногу туда засунуть. Вот. Сантиметр помощи. Я заставила всех измерить свою стопу и измерить свою обувь по стельке. Именно которая комфортна. И все с сантиметром подбираю именно по стельке. То есть надежность повышается, я понял. Надежность повышается. Не 100%. Конечно, что она подойдет, потому что у всех взъем, полнота, кому-то неудобно. Но замеряя, мы в основном всегда попадаем. Очень редко не попадаем, если какие-то особенности у нас есть. Ну что же, хорошо. Ладно. Еще раз. Мои вопросы, они больше идут из области того, что если люди сами этим занимаются, потому что платформы пока все равно нет, а жить надо уже сегодня. Ну да. Сложность найти клиентов с нуля. То есть у меня клиенты появились из знакомых. То есть сначала мы только на город Кемерово работали. Не у всех это получается сразу найти клиентов. Преимущество платформы, что мы будем давать этих клиентов. То есть человек пришел на платформу, а вот тебе местный. Да, на все готовое, как бывает. Ну да, я бы с радостью, но вот платформы пока нет. Да, пока нет. Так что пока, значит... Ну что же... Пока нету, как бы... Действительно, если кому-то думают, вот приехали, а что делать, да? Да. Разрешение работы нету, туда не берут, там платят мало, а куда податься? Пусть как бы есть... Как бы нами уже более-менее доработанное то, что многими занимается. И возможно, пусть берут... Также находят себе клиентов. Это как идея того, как подержать себе штаны на период, пока нету возможности официально, скажем так, трудоустроиться. Сейчас мы... Сейчас мы... У Райкина была такая фраза, я помню, когда интермедиа была веселая, он говорит, я всегда оторву на свой кусок хлеба твой кусок масла. То есть... Да, значит, они на свой кусок хлеба, или нет? Да, то есть мы занимались в последнее время, вот я... Хотя... С автомобилями всю жизнь, как бы я от этого отошел, потому что меньше... Мне проще было помогать жене, а она заработала. Мне дешевле было себе недолго упаковать посыл, чем ходить на работу. А вы скоро машину будете упаковать, отправлять. Тут многие увлекаются. Мы уже смеялись, что нам пора контейнерными перевозками заняться. Но пошлина в России, понимаете, 30 процентов. Это удорожание, конечно. В Украину хорошо, в Украину 10 процентов всего пошлина. То есть там можно им отправлять... В Украине просто платежеспособный спрос, наверное, не такой хороший, я не знаю. Ну, есть все равно, но... У меня есть клиенты, которые хотят из Украины, но я не могу с ними работать из-за того, что у них PayPal не поддерживает. Да, да. То есть платить сложно, да. А кто-то будет с Украины, у него будет карта Украины, например, ему будут скидывать, он сможет работать с Украиной. То есть этот рынок вообще никак не задействован у меня, по крайней мере. Казахстан, Украина, там есть платежеспособные люди, которые понимают. Тут, понимаете, тут не то, что даже платежеспособные. Например, Кемерово, это не такой богатый город. И мои друзья и знакомые стали говорить, Лера, мы об этих брендах даже раньше не думали. То, что мы вообще сможем их когда-то носить. А они доступны, как китайские. Цена та же самая, пойти на китайский рынок или заказать из Америки бренд. Но только это уже разница в качестве. То есть это из-за того, что оптовые поставки облагаются таким большим налогом, пошлиной большой, или это из-за того, что внутренние накрутки? Внутренние еще. Внутренние очень большие накрутки. Да. То есть разницу мы сравнивали на те же часы какие-то. Ну, приведите пару примеров, приведите, о чем речь идет. Ну, например, самые такие популярные кроссовки New Balance. В России пара стоит 10 тысяч рублей, здесь можно заказать... что это? 10 тысяч рублей, это что? 10 тысяч рублей, это получается 200 долларов. Что 50-200 долларов. 50-200 долларов. Здесь можно купить... За 40-50 можно купить. Да. Можно и дешевле. Можно, да. Какую-нибудь акцию распродажи можно там и за 30 найти. Часы, например, Дона Каран, мне девочки скидывали разницу, что в России стоят 17 тысяч рублей вроде. Точно такие же я отправила за 50 долларов. А 17 тысяч рублей это что? Это 300 долларов получается где-то. А я отправила за 50 долларов. То есть прилично. А я думаю, кому нужны такие часы. Убух. Убух. Причем и самые такие, это дешевые, можно сказать, часы, которые заказывали. Бывает иногда разница, ну даже сейчас сложно сказать. Ну, например, часы Майкл Корс в России покупают за 20 тысяч рублей, это там 400 долларов, а у нас они бывают и за 60 долларов, если я прям найду с хорошим красным ценником. Так в среднем 100-120 долларов. А разве это хорошие часы? Потому что на нее лейбл, а это же не то, что они часы делают. Часы делает кто-то, они на нее лейбл поставили и все. Ну да, бренд. Просто есть бренды, которые очень ценятся в России, а в Америке считаются... Вы знаете, что? Вот есть, например, такой бренд интересный, это Tommy Bahamas, знаете? А, да. Это не популярен. Популярен? Нет. Вообще нет. Но здесь он такой, вот если вы идете, у вас там Tommy Bahamas, вы понимаете жизнь. Это люди, которые понимают жизнь. Вот. И у них есть там на что. И это дорогой бренд. И вот, значит, и тут я захожу в Костка, ну, так как бы Костка недорогой магазин. Ну, и там... И там стоит мебель для этих самых... Стульчики я видел там такие, для пляжных. Пляжные, да. Вот стульчики, там пляжные, такая мебелишка вот там для бэк-ярда, там что такое. И на бетоне Бахамас. Боже ты мой! Платит. Платит. Да кто же копейку за это даст? Это же вообще совершенно другой мир. И даже, я не знаю, чисто маркетинговое такое. В Костке много таких брендов популярных бывает, которые дорогие прямо. То есть, я этот магазин со счетов не списываю. Там есть очень ничего, конечно. Я туда часто ещу. Ну что же, хорошо. Я понял. Мне вообще тема интересная, шопинг там туда-сюда. Это же, шопинг, это же не чисто коммерческое, это же еще самореализация для многих, правильно? Психологическое удовольствие. Психологическое удовольствие, да. Это, знаете, как во многих странах, например, подходишь и говоришь, сколько тебе, там рубль, дал рубль. Это не уважать продавца, понимаешь? А поторговаться, а поговорить, а о том, о сём. Это же, говорят, что за человек. Вот. Поэтому шопинг, это жизнь, это как бы тут много чего. Понимаете, сегодня нет очередей, вот тех, что были в наше время. Ведь что такое была очередь? Вот я жил в Москве. В Москве было очень много очередей. Приезжали люди со всего мира, ну, с мира, со всего СССР. И там они стояли в этих очередях, можно сказать, их создавали. Да, я застала это время. Застала? Я застала. Я жил в Казахстане, у них такого не было. И вот ты стоишь в этой очереди, вокруг люди, из разных мест, ты с ними поговоришь, кто откуда, где чего. Тут же они задруживаются, может быть, даже браки образуются, я не знаю. Но, во всяком случае, это было о чем поговорить. Понимаете, у меня как-то бабушка там по телефону полчаса там эту трубку положила и идет. Я говорю, бабуля, я говорю, а кто звонил? Она говорит, откуда я могу знать, человек ошибся номером. И вот это было место, где люди общались. Не было соцсетей, знаете, вот сейчас можно там в Телеграме. А тут вот, знаете, вот эта очередь, такое было место хорошее. Да, ну ладно. Что же, давайте мы тогда поблагодарим тех, кто нас слушал. Да. Вот. И как бы, если кто-то задумается, если у кого-то жизнь немножко в лучшую сторону повернется от нашего разговора, что, скорее всего, так и будет. Потому что у нас аудитория большая и такая с открытым сознанием. Может быть, их разговор вот этот наведет на какой-то другой стартап в другой области. Они что-то увидят, откроются какой-то, знаете, как это бывает. Так, наводка такая происходит. Так что, я думаю, что мы так славно побеседовали. А если еще и вам какой-то прок будет в лице энтузиастов каких-то, которые захотят присоединиться, не забудьте мне в скайпе ваш веб-сайт напечатать. Хорошо? Хочу еще сказать. Давайте. Это не единственная наша идея, которую мы хотим здесь развить. Это первая. Это первая идея, которую мы хотим здесь развить. Нам нужна команда на будущее. Ну, давайте по одной, как говорится, в преференции. По одной. Это придем до конца и займемся другим. То есть идея есть, источник, низкий кайф. Тут мою маечку не все видно. А вы меня видите, слушайте, вот на вашей написано USA в правильную сторону. Да. Потому что у меня камера отображает, я думаю, она так и запишется. Друзья, это USA. Нет, у нас правильно. Я тем говорю, кто будет смотреть, вот, пожалуйста, вот USA. Это вот то, откуда они предлагают эту платформу. Ну, вот как вышло. Асу так получается. Асу USA. Хорошо. Ладно. Давайте всем помашем ручкой и до новых встреч. Мы не прощаемся.